приветствую друзья вот но как как вы так сейчас сейчас у нас тут еще одно чудо техники перископ уже я про него забываю всегда приветствую друзья кто только в перископе вот видите мы сейчас уже ставим ролик с инотранса и видите конструктор рассказывает показывает не байк то есть это вот сейчас уже становится работать как доказательная база то есть тогда мы показывали и нам наши доброжелатели вот эти вот говорили что ну это вот макеты показываете это ладно игрушку какую-то там привезли фанерную так сказать рассказывать какие-то байки теперь друзья когда на следующей неделе эта игрушка уже едет и и мы с вами начинаем грешного друзья сделали для этой игрушки теперь путевую структуру и она будет ездить но сначала конечно как черепаха потом как заяц потом как лань а потом как настоящий юнибайк то есть довольно таки быстро я могу сказать друзья вот и соответственно сначала будут естественно первые технические прогоны в цеху которые были и испытывали теперь готовятся уже сначала по прямому участку потом уже с выходом все больше высоты и скорости это друзья начала жизни начала испытаний и все это происходит на ваших глазах друзья это только 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 происходит это только только делается и если кто-то может сказать что это можно делать быстрее я могу сказать друзья невозможно это сделать быстрее невозможно и соответственно юнибайк который год назад только оформился как концепт полгода назад как начал проектироваться за пять месяцев его сделали потом показали сейчас просто приступили к испытаниям друзья это все невозможно сделать быстрее вот тут у нас очередной засланец как говорится все таки пишет там андрей его с такой скоростью удаляет что я даже не успеваю просто иногда хоть хоть мысль то их надо почитать андрей поэтому сейчас когда засланцы писать будут не убирать не убирайте их так быстро вот ходим на что они сейчас я успел прочитать что вот вы там начинаете делать а где стрелки где где развороты где все все это самое вот одно могу сказать что друзья будет все вот верите вы в это не вы не верите ли в это как вы думаете если мы говорим что мы готовы строить городскую систему и что не предусмотрели не спроектировали и не продумали систему стрелок переводов обслуживания стоянок так далее все это друзья есть но показано естественно это все будет не в один день и не все сразу опять же отвечая на все эти разговоры засланцев друзья мы бы очень рады хотели сделать вам большой подарок и сначала все построить все испытать все сертифицировать отработать все посадки высадки отработать все стрелки все сделайте только потом пригласить друзья смотрите мы готовы мы внедряемся все будет но друзья у нас нет такой роскоши мы работаем сейчас крауд инвестинговой системе мы работаем с вами как с партнерами и поэтому у нас тоже есть очень много проблем юницкий очень много выделяет этому вниманию когда нельзя показывать нельзя раскрывать многие ноу-хау но к сожалению для того чтобы показать вот для того чтобы продемонстрировать 29 юнибайк в движении для этого надо построить путевые структуры надо построить узлы связки надо показать очень многие крепления это уже и так намного больше чем надо для того чтобы скрыть ноу-хау но без этого невозможно показать действующую систему поэтому вынуждены идем единственное что все что показывается это уже друзья патентуется защищается и это уже становится защищенной информацией поэтому то что нельзя показывать еще или еще не запатентована она она не делает поэтому друзья когда нам сейчас даже ход мыслей у всех этих бойцов он тоже будет дальше понятен а вы обещали скорость 150 а он мне у вас едет со скоростью 10 но я как уже говорил что когда ребенок рождается он сначала вообще ползает потом начинает неуверенно ходить и только потом летает по дому так что боишься словить потому что все все эти двери повышевает я вам друзья на примере могу на своем сказать вот поэтому друзья сначала будет небольшая скорость это первые шаги потом скорость будет увеличиваться потом будут увеличиваться пролеты то есть 200 400 200 на следующий год пойдет 400 800 400 потом будет 800 полтора 800 все друзья будет но не сразу это это можно сказать точно по мере финансирования по мере решения заказов потому что такие большие пролеты на них надо иметь определенный заказ 200 400 200 это заказ всей городской инфраструктуры то есть за счет этого можно решить практически 90 процентов всех проблемах сегодняшних мегаполисов это проход авиадуков эстакад это рвы эти небольшие это небольшие здания которые можно обходить вот это все 200 400 для того чтобы решать 100 процентов проблем мегаполиса и крупных больших рек для этого конечно надо уже 400 800 400 а потом со временем 200 400 800 полтора вот это тоже друзья будет со временем вот но по мере того как будет развиваться проект вот поэтому друзья давайте еще раз все-таки остановимся я буквально трех фразах про 29 ноября что 29 ноября друзья это не демонстрация технологии skyway это не какое-то рот шоу это рабочий момент который приурочен к тому что приезжают наши партнеры род хук сенаторы заделоиды наши партнеры из аурикона которые проектируют сегодня высотные здания совмещенные с на санкерной опорами которые официально являются нашими партнерами для того чтобы обсуждать строительство первоадресного и уже проектировать первый адрес проект в австралии вот вот как раз это будет их приезду анатолий дуарыч как раз постарался сделать максимум чтобы юни байк который был в берлине чтобы он был уже в ходовых испытаниях поэтому это мы не делаем какую-то демонстрацию друзья чтобы было четко различие потому что от нас там требуется когда вы это покажете а какая когда вы это покажете обещали в октябре это сделать а теперь вот вы затягиваете друзья это совмещение технического момента по адресному проекту с приездом делегации из показа там будет еще ряд крупных бизнесменов ну вот из европы америки канады израиля вот как вы понимаете бизнесменов я не могу называть и показывать там у нас будет съемка михаил кириченко будет работать с и с никитой и с жени петровым поэтому будут очень много интервью и кто и изъявит желание кто захочет сказать тех вы друзьях интервью увидите я буду это показывать все в перископе опять же только в той части где люди сами захотят чтобы или как то попросится в кадр не попадать потому что это друзья тоже свое одно очень серьезные и богатые люди поэтому не все хотят попадать в перископ и сам кто-то наоборот попросит снять и взять интервью это друзья поход посмотрим уже по ходу вот поэтому какие делегации там будут и что вот это это вы друзья все увидите по ходу вот поэтому сейчас обсуждать или делать это уже смысла нет никакого значит продемонстрировано будет только то что на этот момент будет готово и то что готово будет уже к работе вот то есть планируется и готовится сейчас запуск юнибайка и юнибуса вот но так как все-таки у них разный вес и ориентация была на то что сначала все-таки будет первый прогон юнибайка то сейчас затачивается на то чтобы первую трассу продемонстрировать именно с работы юнибайка но насколько я знаю насколько мы обсуждали вопрос что юнибус в общем-то тоже готовится к испытаниям ходовым но будет ли он продемонстрирован именно 29 ноября а не 14 декабря потому что 14 декабря у нас приезжают уже следующие делегации вот то есть будут будут уже ряд делегаций с индии с китая а нет филиппин будет в этот раз официальная правительственная делегация в общем друзья это опять же сейчас мы вам это говорим как декларативное вы хотите верьте хотите не верьте хотите относитесь к этому это мы говорим что он что готовится такое событие его готовится компания и мы с вами как на вебинарах которые идут по теме skyway мы рассказываем о том что сейчас будет потому что мы с алексеем все-таки друзья это тоже мы хотим на этом акцентировать внимание мы не официальный канал и мы не то что сегодня доводит информацию официальная компания для этого есть репортажи для этого есть официальный сайт для этого мы сегодня друзья партнеры мы с алексеем такие же партнеры как и все остальные мы работаем рассказываем мы привлекаем новых людей и в проект инвесторов и соответственно таким образом продвигаем проект чем мы несколько Мы не только отличаемся, но лично я, допустим, то, что есть у меня некое такое, ну не сказать преимущество, это неправильно сказать, а некие такое отличие от других партнеров, от других людей, которые рассказывают и привлекают в проект Skyway. Я с Юницким работаю и сотрудничаю уже больше 16 лет, я про проект знаю изначально, как только он появился в России, и принимал определенное участие и в строительстве первого полигона в озерах, и потом в продвижении ряда губернаторам и крупным структурам, поэтому я несколько дольше, чем многие в этом проекте, поэтому я об этом так рассказываю и показываю. Тут вопрос на засыпку, что одна прямая низкая трасса это максимум, вице-президент Сименс хотел увидеть большие пролеты. Слушай, вот этот вопрос на засыпку, еще раз говорю, все будет и все просим ответить, а не подтаять комменты. Ну я не знаю, если этот вопрос на засыпку задает, вот еще раз отвечаю, что 29 ноября это показ первой трассы прямой с возвратом 200-400-200, дальше готовятся развороты, стрелочные переходы, разноуровневые системы, мы все это будем показывать со временем. По мере того, как это будет готово, мы будем показывать и делать. Сначала декларировать, а потом рассказывать. Поэтому если что к 29-му или заставите делегации каждый месяц к вам ездить. Во-первых, друзья, сейчас едут делегации, которые хотят увидеть первую технологию, которая готова, что мы ее декларировали и она есть. Параллельно, друзья, там сейчас подготовлена специальная комната или специальное, скажем так, помещение, в котором можно проводить презентации даже зимой. А с другой стороны, друзья, приезжают партнеры, которые рассматривают несколько проектов. И с одной стороны, от нас от трассы будет уже вестись, и сегодня ведется монтаж первого разгонного участка высокоскоростной системы, совмещенной и с городской, и с грузовой на 50 миллионов тонн, а сверху это 500 километров в час. И этот монтаж идет, и все, кто наши партнеры приедут, они увидят, как это делается, монтируется, двигается. С другой стороны, идет сегодня монтаж анкерных опор и промежуточных опор для грузовой системы, которая рассчитана уже на 200 миллионов тонн. Поэтому это, друзья, идет, и мы хотим показать, друзья, неготовую систему. Я еще раз отвечаю на эти вопросы. У нас нет такой роскоши. Мы не можем сегодня собрать все деньги разом, инвестировать, построить, а потом показывать. Мы показываем нашим партнерам и инвесторам, что сегодня, друзья, вот промежуточный этап, начинаются первые ходовые испытания, и что мы к этому этапу подошли. Дальше будут следующие, следующие, следующие. И была начальная точка, потом Ротхук приезжал два раза, когда строились промежуточные анкерные опоры и подвижной состав. Он видел все это в цехах. Сегодня это начинается испытание. Дальше будут следующие этапы. И нам важнее показать, друзья, что мы в состоянии это делать, и то, что мы декларируем, мы делаем. А по срокам, здесь вот те, кто пытаются сегодня поставить вину о том, что в октябре обещали показать путевую структуру, начало ходовых испытаний, вот конец ноября вы сегодня делаете. Отвечаю, друзья, на этот вопрос, и надеюсь, что это все пойдет в сетях, и вы вот этим засланцам и засранцам, которые задают постоянно одни и те же вопросы, можете это комментировать. Друзья, когда мы говорили и показывали в мае месяце прошлого года начало путевой структуры, строительства и подвижной состав, Юницкий делал ферму и задачу под первый километр, и снизу подвесной юнибайк и юнибус. По мере развития работы, и что самое важное, задачи, которые ставились, и еще более важное, это финансирование, которое постоянно развивалось, Юницкий сделал следующий очень ответственный шаг, я могу сказать. Он начал делать сейчас четыре трассы одновременно, друзья, четыре, о том, что система под юнибайк и юнибус будет готова к 29 ноября. Я, честно говоря, друзья, узнал только на выставке из интервью, когда Зайцев говорил о том, что мы сегодня трассу для легкого юнибайка и юнибуса раньше сделаем, чем разгонный участок. Для меня это была первая новость, я не ожидал, я думал, что все-таки юнибайк и юнибус будут подвешены под первую ферму, которая сегодня монтируется. Но Юницкий продемонстрировал и показал, друзья, то, от чего в шоке был просто первый вице-президент Сименса. Он сказал, что наши машины городского цикла юнибайк и юнибус пойдут пролетами 200 и 400 метров без промежуточных опор, без удорожания путевой структуры. И вот это все, друзья, изготовлено и подготовлено, спроектировано, изготовлено, испытано и сейчас готовится к демонстрации, друзья, менее чем за 4 месяца. Если кто-то мне будет говорить, что это огромные сроки и что мы говорили одно, а делаем другое, это как раз, друзья, говорит о том, что сегодня уверенность в том, что мы с вами делаем, намного возрастает. И Юницкий взял на себя сейчас ответственность строить сразу 4 трассы одновременно. И уж извините, вместо одной, когда строится сразу 4 трассы, и мы говорим, что да, сегодня эта демонстрация идет не в октябре, а в ноябре, ну извините, так получилось. Я думаю, что те, кто понимает ценность этой информации и ценность этого значения, они ее понимают, а те, кто задача говорить, что все равно ничего не будет, им все равно приводи какую-то аргументацию, друзья, они все равно будут говорить одно и то же, что все это ерунда. Поэтому для тех, кто сейчас, друзья, понимает, и почему именно акцент был сделан на 200-400-200, потому что это то, что не может повторить ни одна технология, даже в принципе. На весь вопрос, ну ладно, вы показали 200-400, сразу идет ответ. Следующий будет 400-800-400. Ну и чтобы мало не показалось, что уже проектируется, и в принципе на следующий год будет начато изготовление, а через год продемонстрировано, это полтора километра одним пролетом. Вот здесь, друзья, я могу сказать, что никто близко не может подойти к таким характеристикам, потому что любой вантовый мост, который идет на... Ну, я приведу сразу цифры, что 2700 метров тремя пролетами, то, что сделали китайцы сейчас, это самый большой длинный вантовый мост, так вот, друзья, он стоит 17 миллиардов долларов. Еще раз повторю, 17 миллиардов, не 17 миллионов долларов, а 17 миллиардов долларов, чтобы вы понимали соотношение. У нас путь, который будет над землей на расстоянии 17 метров, на расстоянии 40 метров, где юнибайк будет идти над землей, то есть в прямом смысле прямо на нескольких сантиметров над землей, а возвращаться будет 200-400 метров, цена и туда, и обратно абсолютно одна и та же. Как вы понимаете, если вантовый мост такой длины стоит миллиард евро, то мы там миллиарда не потратили, друзья, у нас его просто нет. Мы там и 100 миллионов, мы там и 10 миллионов на это, друзья, не потратили. Так что я могу сказать, что соотношение цена литр-градус, то есть соотношение качества цены и результативности, которые дает, она сегодня аналогов не умеет. И это как раз ответ на то, почему мы не боимся конкурентов. Потому что в интервью увидели, что сегодня от Тесла мы отличаемся более чем в 17,5 раз. Поэтому какая может быть конкуренция, если по всем характеристикам у нас, друзья, в 17 раз отличие в сторону запаса прочности и запаса эффективности. Поэтому, естественно, друзья, что теперь осталось, когда мы говорим в 17 раз, это декларируемая цифра. Еще раз, друзья, вы должны постоянно понимать разницу между декларацией и демонстрацией. Все, что до этого мы с вами говорили о конкурентных преимуществах, а то, что может, это декларация возможностей SkyWay. Это не бла-бла-бла, это не пустые слова, друзья. Еще раз, это декларация. А вот сейчас мы делаем демонстрацию. И это разница принципиальной. То есть, когда мы подходим к тому, что за каждое слово, за каждую характеристику, за каждую техническую цифру, которая озвучивалась, на полигоне она изучается, проверяется, испытывается и подтверждается. И, соответственно, следующий момент, друзья, тоже очень много вопросов по поводу сортификации. Я могу сказать, что эта работа уже начитана, и сортификация в Белоруссии будет в первую очередь, она будет закончена уже весной лету, то есть к началу первых адресных проектов, запуску первых адресных проектов. В России эта работа тоже очень активнейшим образом ведется, поэтому в России тоже будет сортификация проведена довольно-таки в сжатые сроки. А сортификация в странах-заказчиках, такие как Канада, Америка, Израиль, это тоже работа будет вестись, но она будет зависеть в большинстве случаев от тех партнеров, совместно с которыми мы будем это продвигать. Но так как я могу сказать, в каждой стране это очень значимые и очень весомые силы, то я думаю, что в Канаде, во всяком случае, наши партнеры, которые приезжают на начало демонстрации, они как раз подтверждают, что они готовы взяться и провести весь вопрос сортификации в Канаде, а он приемлем и для Европы, и для Америки, и для Израиля. Поэтому эту работу будем вестись в разных направлениях, единственное, что сразу можно сказать, что это не то, что нам чем-то пугает, что это сверхъестественные или непреодолимые силы решения, нет, друзья, это все будет в плановом порядке, все сделается, и под это делается специальная группа специалистов, они работают, уже работают, и так же, как было изготовлено, испытано, так же в свое время будет и сертифицировано. Поэтому, друзья, тоже все эти пустые разговоры по поводу того, что вы никогда не получите сертификат безопасности, это тоже, друзья, просто пустая болтовня, потому что люди, которые проектируют и делают эти машины, соответственно, они же решают задачи по сертификации. Поэтому тоже прошу эти вопросы снять и больше их не задавать. А тот, кто пытается постоянно на этой теме играть, то он, ну, наверное, решает какие-то другие задачи. Так, Андрей, есть еще какие-нибудь интересные вопросы, на которые можно было бы так сосредоточиться и ответить? Потому что этот там, который все засланец-то пописал-пописал, я смотрю, как-то он потихонечку сдулся. Будет ли в Эклопорке для нас строительство типовых башен домов для Нелинейного города или это будет только в адресном проекте? Значит, я могу сказать, проектировка первых эко-домов уже идет и кластер уже проектируется и на следующий год весной, причем, я думаю, прямо даже в конце марта, в начале апреля уже начнется строиться. Как это будет все делаться и как это будет оформлено, вы все увидите. Вот, то есть Юницкий как раз покажет и кластер, который есть в Линейном городе, и эко-дома, то есть, которые будут строиться и жить, которые будут сопровождать Скайвей. Это все, друзья, более того, могу там чуть-чуть приоткрыть это, что эти дома уже не то, что проектируются, а уже идет изготовление узлов и агрегатов. Поэтому весной, прямо в март-апрель, как только будет сходить снег, начнется уже строительство первого кластера. Поэтому, естественно, что в эко-технопарке будет продемонстрировано все. И все виды дорог, все виды транспорта, и все виды коммуникаций, и все виды группы технологий СкайТек, как мы уже говорили, это и строительство, это и гумус, это и вакуумные стекла, это и новая энергетика, которая делает дом абсолютно независимой по теплу и электроэнергии. Это будут технологии, которые сделают абсолютно независимой от углеводородов, это и систему транспорта, то есть и сначала замещающие электричество, потом уже самостоятельно вырабатываем электричество. Это, друзья, все то, что будет ожидаться для этого эко-технопарк, собственно, и создан, для этого он и будет, квартиры будут продавать. Нет, квартиры мы продавать не будем, друзья, просто логика линейного города, там, где будет проходить линейный город, это комплексное освоение территории. Там будет и сельское хозяйство, там будет и жилье, там будет и фабрики, и заводы, там будет и обучение, там будет все. То есть логика линейного города, друзья, это принципиально новый подход к освоению территории, которые, так сказать, это. Ну, про дома мы с вами будем делать отдельные вебинары, мы вам расскажем именно про эко-дома, именно SkyWay и SkyTech, то, что будет предлагать. И я могу сказать, что вам эти дома на 99%, те, кто с нами в проекте, вам эти дома понравятся. Во всяком случае, я себе такой дом заказывать буду обязательно, вот, в том линейном городе, который вот сейчас проектируется. Где в конкретном месте, пока сказать не могу, вот, но это проработка идет. Так, сильно ждем презентацию в Израиле. Ну, сейчас я могу сказать, что у нас с Израиля будет даже не одна, а три делегации различных, которые будут рассматривать и адресные проекты, и работу в Израиле. Рядом с них, из этих людей мы покажем интервью, вот, возьмем обязательно репортажи, вот, 29 ноября. Так, что увидите очень много, что и как будет происходить. Ну, вот, друзья, давайте, скажем так, вот, тот этап, на который сегодня происходит, что я бы еще хотел акцентировать. Внимание, что Анатолий Дович Юницкий сейчас меняет систему управления группой компаний SkyWay, именно в том плане, что инженерные задачи сейчас требуют в связи с тем, что строительство, испытания, инженерия требует постоянного его внимания. Он подготовил сейчас целую команду менеджеров, на которых постепенно переводят именно оперативное управление. Вот, это все абсолютно доверенные и надежные для него люди. Вот, соответственно, эта работа сейчас идет очень активно. Юницкий сосредоточился именно на инженерных задачах, которые полностью его... Вот, я даже несколько дней сейчас по вечерам не могу звониться, потому что он очень поздно приезжает, соответственно, со строительной площадки, потому что это сейчас все внимание поглощает. Естественно, друзья, тут нельзя не сказать, что есть, как и всегда, проблема с подрядчиками, потому что то, что вынуждено заказывать на стороне за то, что не несет ответственность уже инженер и конструктора, это всегда может выполнено и быть не точно, и с несоответствием. Поэтому эти проблемы, друзья, как и всегда, кто сталкивается со строительством, и что такое проблема подрядчиков, вы, наверное, знаете, существует, и сталкиваемся с этим, естественно, и мы при строительстве. И тут вот разговаривал Юницкий прямо так в сердцах, что все остальные адресные проекты будем строить только своими строительными отрядами, будем только набирать свое, создавать свое, изготавливать, испытывать здесь, легче изготовить здесь, в Белоруссии, потом отвезти в Австралию и построить, собрать там, чем нанимать бригаду подрядчику там, везти и делать там. Соответственно, это тоже новый концепт, что и в Канаде, и в Америке, и в Австралии, и в Израиле будем строить своими строительными отрядами, которых будем учить в Марьиной горке, которые будут сами уже уметь собирать дело, везти готовые конструкции, только там их собирать. И это будет стопроцентная гарантия, что там это будет собрано в срок, и самое главное, качество с тем, который предъявляется конструкторским бюро, а не тем, которые будут продемонстрированы. Потому что подрядчики, это вот на сегодняшний момент основная проблема, которая идет при строительстве, при изготовлении. Потому что без проблем, к сожалению, как вы понимаете, такого рода проекты не бывают, но инженерные вопросы решены все, технологические вопросы решены все, изготовление и испытание вопроса решены все, поэтому, друзья, мы сейчас с вами становимся свидетелями, что мы подходим к началу первых ходовых испытаний. То есть, друзья, еще раз, это не демонстрация технологии, это начало ходовых испытаний. И мы почему вынуждены это делать, еще раз, друзья, говорю, в прямом эфире показывать, делать, потому что это отчет, и это только то, что позволяет сказать, что технология существует. У нас нет с вами роскоши о том, чтобы сделать все в закрытом режиме, а потом продемонстрировать уже готовые машины, как Джобс в свое время делал, когда показывал, говорит, ну вот, ребята, итог, утечку информации они делали всегда. Хотя, я думаю, друзья, мы подходим к тому времени, когда будут заказывать конкретные проекты, инвесторы будут финансировать эти проекты, а мы будем уже только показывать результат. Это, друзья, тоже то время, которое мы с удовольствием ждем. И так уже сейчас 108 стран участников за 700 тысяч активных участников проекта. Те, соответственно, свое производство, которое сейчас делается и вооружается уже для того, чтобы полностью обеспечить машинами первые адресные проекты, это тоже, друзья, все есть. Но это мы с вами все покажем, обсуждаем и посмотрим уже после 29 ноября, где, я надеюсь, уже ни у кого не повернется сказать язык, что вас нет. Вот, поэтому сейчас, когда мы на фотосессии, тут когда готовили, тоже на следующей неделе вам будет большой сюрприз, вот, когда мы с Алексеем, с Анатолий Владимировичем вокруг этого юнибайка и в обнимку, и лежа в нем, и под ним, в общем-то, так сказать, когда действительно осознаешь, что это создано при твоем участии, и мы все участвовали в создании новой мировой концепции транспорта, вот, теперь осталось только увидеть, потрогать и посмотреть, как это уезжает вдаль, чтобы с чистой совестью сказать, что, ну, поехали. Алексей, передаю тебе слово, а я, как всегда, в конце, друзья, небольшой завершающий этап, который у нас будет на этой неделе 26 числа Большой Телемост, где мы как раз уже прямо в преддверии 29 числа всей командой директоров Skyway Capital дадим отчет за месяц, который был, покажем вам перспективы и планы ближайшего времени, вот, ну, Алексей, как всегда, свой взгляд на то, что сейчас происходит. Алексей, тебе спасибо. Благодарю, Сергей Анатольевич. Дорогие друзья, ну, собственно, все рассказал, что можно было максимально рассказать на сегодняшней неделе на дневном вебинаре, кто желает послушать и в записи потом. А сейчас я хотел бы буквально сжато, кратко рассказать то, что у нас произошло непосредственно вот в структуре моей Сергея Анатольевича при контакте с потенциальными крупными инвесторами по инициации новых адресных проектов. Я хотел бы немножко вам показать историю развития одного из адресных проектов, и сейчас он действительно как бы стремительно развивается. Я еще раз хочу показать для тех, кто желает развивать адресный проект, что это дело не нескольких недель, месяцев. Это многие месяцы занимает, но, соответственно, тот, кто стремится и тот, кто развивает, действительно сможет потом претендовать на определенную роль и, возможно, в составе директоров, управляющей компании, которая будет создана. Сейчас я хотел бы пообщаться по поводу Пуэрто-Рико. То есть это замечательная страна, которая также нуждается в нашем транспорте. И Роман, это замечательный парень, бравый, боевой, отважный. Уже более трех месяцев сам начал развивать адресный проект. Сам он родом, не родом, а проживает в Америке и сам ездит в Пуэрто-Рико для того, чтобы пробивать сквозь незнание о технологии и доносить концепцию, каким образом мы можем реализовать технологию SkyWave Пуэрто-Рико. Здесь вы видите отдел инфраструктурных проектов женщины. Вот я могу сказать про магию такого эффекта рикошета, который, как я называю, то есть это множественное касание по одной и той же задаче с разных сторон. И Роман, когда познакомился с этой женщиной, она его вывела на знакомство с, возможно, даже бродом, хуком в юбке. То есть это покажет время на самом деле. Но появился очень нужный человек по инфраструктуре в Пуэрто-Рико, то есть тот, кто занимался именно инфраструктурными проектами. И женщина, менеджер проекта экологических чистых технологий в отрасли машиностроения, департамент транспорта Пуэрто-Рико, который имеет прямой выход, соответственно, и контакты на Министерство транспорта Пуэрто-Рико, познакомилась, точнее Роман с ней познакомился. И, собственно, вот уже в январе, я думаю, планируется приезд делегации, в том числе Пуэрто-Рико. И тот проект, который у них подморожен, это Кагуаз, столица, именно трасса чуть больше 20 километров между столицей и другим городом. Там огромнейший пассажиропоток. Ну, естественно, и интересное грузовое направление для пуэрто-риканцев. И уже, я думаю, что будем выводить в том числе на представителей головной компании на краткий такой бриф-разговор по Скайпу, который когда-то у нас был первый краткий разговор и с Родом Хуком. И вы видите, чем это увенчалось. То есть для тех людей, кто готов инициировать адресные проекты, действительно понимает ответственность, понимает, что это произойдет не через несколько даже месяцев. Это можно развивать и больше года, как вот обстояло по Челябинску. И сейчас этот процесс также не особо быстро развивается, но и, естественно, развивается. И тот, кто готов, мы всегда с Сергеем Анатольевичем готовы рассмотреть предложение и уже общаться по конкретике, по адресным проектам, либо по крупным потенциальным инвесторам, если нужна какая-то помощь в нашем общении. То есть сегодня я общался с Данией, замечательная женщина, причем удивительно, что парень, проживающий в Челябинске, то есть мой земляк и тот, который присутствовал на многих конференциях, именно уральских, созрел и вспомнил контакт, что есть женщина, сегодня мы с ней пообщались, посмотрим, что из этого получится. Ну и, естественно, пообщавшись по конкретике, женщина, которая имеет также выходы на министерство, на губернаторов, немножко по-другому у них губернатор называется, я не запомнил слово, и будем прорабатывать, потому что время пришло, и те, кто чувствует себе также силы, и не то что силы, а конкретно знает за инвесторов, я хотел бы также дать форму допуска, регистрации на посещение Экотехнопарка именно крупными инвесторами. Хотелось бы остановиться, от какой суммы имеется в виду крупные инвестиции, и хотелось бы, чтобы вы это осознавали и понимали, дорогие друзья. То есть крупные инвестиции, если говорить про народное финансирование, это сейчас самая крупная инвестиция от одного из бывших губернаторов Российской Федерации, это 330 тысяч долларов, и если 100-200 тысяч долларов, лучше, конечно, 300-400-500 будет желание инвестировать, то можно организовать таких людей в группу, не дожидаясь до массовой презентации на нашем экофестивале в апреле, и, соответственно, выбрать дату, найти свободное место в расписании и продемонстрировать технологию в движении. Но это будет уже не уникальная такая вот индивидуальная презентация, просто будет Unibike и Unibus уже на тот момент ездить на Экотехнопарке в постоянном режиме функционирования, и желающие люди смогут посмотреть. Это касается и представителей властей, то есть я не раз говорил, и Сергею Анатольевичу мы упоминали, что давайте повторим опыт Челябинской области и в тех регионах, в которых можно это сделать, давайте сделаем. То есть это в первую очередь касается Самарскую область, это в первую очередь касается Казань, Екатеринбург и другие регионы, которые прорабатывали адресные проекты, но до завершающей стадии именно в плане заключения инвестиционного соглашения, в плане бюрократии и дипломатии адресных проектов до этого периода не дошло. Давайте, пожалуйста, доведем. Мы всячески готовы Сергею Анатольевичу помогать и способствовать. Соответственно, вот эта вот форма, передавайте ее, но с теми рекомендациями, пожалуйста, именно то, что инвесторы от 100-200 тысяч долларов, это что касается народного финансирования, и крупные инвесторы, крупнейшие инвесторы уже от миллиона долларов. То есть подобные инвесторы у нас приедут на демонстрацию, на генеральный технологический прогон уже в конце ноября, и мы увидим, я думаю, первый эффект от данного технологического прогона, и уже в постоянном режиме начнется уже функционировать Экотехнопарк с действующей технологией. Поэтому подумайте, поднимите контакты в голове серьезных людей, донесите им информацию, естественно, о проекте, то есть мы не будем, скорее всего, общаться, если информация не была донесена, и человек не поедет, если ему не было рассказано о проекте. Все подготовительные письма, введения в проект и так далее, у нас вся эта схема есть, пожалуйста, обращайтесь, заполняйте форму, пишите мне, Сергею Анатольевичу, и будем ускорять процесс, естественно, при конкретике. То есть не просто, что нашли где-то в интернете человека, а при конкретике, дорогие друзья. Хотелось бы обратить на это внимание. И небольшой инцидент у нас произошел по адресным проектам. С Виктором Бабуриным у нас всегда был спор. Я, естественно, как один из людей, активно продвигающих инвест-проводящую систему, помимо занятия адресными проектами, общения с чиновниками, с представителями властей и с различными инфраструктурными проектными организациями, я в первую очередь занимаюсь сейчас, естественно, построением сети, как и Сергей Анатольевич. У нас есть своя сеть. Мы развиваем направление в различных странах на территории Российской Федерации. Скоро Италия открывается, очень мощные лидеры там присоединяются. И хотелось бы отметить тот факт, дорогие друзья, что инвест-проводящая система, мы с вами можем как принести пользу развитию адресных проектов и формированию общей масштабной серьезной капитализации нашей международной корпорации Skyway, но и навредить. Вот насчет навредить, я хотел бы без указания конкретных регионов, стран, имен, вам просто объяснить, что дорогие друзья, те, кто делает какие-то посты в социальных сетях и размещает информацию, пожалуйста, ссылайтесь только на официальные источники. Это очень-очень важно. Потому что может так совпасть, что просто политические события складываются таким образом, что можно назвать человека, с которым ведется переговоры и общение, немножко другой должности, и это возникнет, уже возникнет непонимание, недопонимание. Это может навредить развитию адресного проекта, который может быть месяцами выстраивался, либо еще больше период времени. Об этом мы обязательно, что касается Skyway Capital, подготовим памятку, и в личном кабинете она будет размещена. Каждый будет соглашаться с этой памяткой, то, что он берет на себя ответственность за размещение информации. Информационное поле, настало пора, дорогие друзья, максимально фильтровать и делать действительно официальным наше информационное поле. Потому что вот такие вот первые звоночки, непонимание и просьб удалить определенные сообщения в социальных сетях, делать по минимуму, к примеру, продвижения в социальных сетях по тому или иному адресному проекту, они заставляют нас задуматься и применять вот таким вот, не то что крайним мерам, это абсолютно оправданные меры. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что для тех, кто не будет соблюдать и будет замечен, будет система предупреждения, также карательные меры, наказания, как без этого, иначе не будет никакого стимула это соблюдать. Поэтому это появится в личном кабинете в скором времени. Также мы постепенно в этой памятке подготовим ответы на основные вопросы, которые возникают в первую очередь. То есть это что такое сертификация, когда она будет, когда теоретически планируется стоимость уже на тот момент акции по номинальной стоимости один к одному, под чего у нас будут формироваться дивиденды, из-за чего они будут расти и так далее и тому подобное. Почему сейчас не следует называть акциями обязательства международной компании Skyway и многие ответы. То есть это будет дана официальная информация, которую мы будем согласовывать с головной компанией. Пожалуйста, давайте ответы на эти вопросы именно таким образом, а не как либо иначе. И Сергей Анатольевич сказал, что даже наши вебинары, да, можно ссылаться как на наше личное мнение, но я рекомендовал бы, если вы развиваетесь на просторах интернета, будь то это Twitter, будь то это Instagram, будь то это Facebook, Одноклассники, либо ВКонтакте, пожалуйста, используйте максимально официальную информацию, потому что это очень важно. Не знаешь, где проснутся тролли, как они информацию эту используют, но вот с таких вот, повторюсь, первых звоночков мы вводим такое правило. Кто считает, что правило не своевременно к введению, поставьте минусики, либо наоборот плюсики, что считаете, что да, действительно, нужно максимально очерчивать рамки нашего информационного поля для блага проекта. Но, дорогие друзья, вот немножко такой вот бюрократии по информационному полю, никак без этого не обойтись. И я хотел бы также немножко вот таких вот своих суждений, которые приходят после прочтения определенной литературы и так далее, я всегда накладываю на проект Skyway. Недавно я ознакомился со статьей, что к 2021 году планируется вообще вот использовать в плане интернет вещей колоссальное количество различных приборов и устройств. Как вы думаете, какая цифра, дорогие друзья? Я был поражен на самом деле цифре. Это 500 миллиардов вещей. И вы помните, что мы говорили о том, что 1 миллиард юнибайков будет способен заменить 46 чернобыльских АЭС, либо обычных атомных электростанций. То есть это фактически больше, чем современная атомная энергетика. И вот коллеги Игорь мне сбросил информацию, что Вьетнам вообще собирается отказаться от атомной энергетики. Сейчас тренд возобновляемой энергии. Я уж не говорю про такие стартапы, которые на самом деле нам очень близки. Мы сейчас молоды, чтобы думать об этом. Но я могу вам сказать, что уже в обмен на солнечную электроэнергию можно зарабатывать криптовалюту. И есть такие абсолютно официальные стартапы, причем в различных странах. Да, естественно, чтобы 1 мегаватт в час обменять на solar единицу, которую в свою очередь можно обменять на биткоин, либо доллар, нужно попотеть и выработать большое количество энергии. Но помним, что 1,5 кВт в час запитка аккумулятора с помощью мускульной силы позволит нам перемещаться на юнибайке 60 км в час. То есть, если тренд выработки такого огромного количества электроэнергии имеет смысл именно при выработке мускульной силы, что люди будут не просто крутить педали, они смогут передать эту энергию. Ну, это немножко такое предположение практикующих футурологов. То что-то мне подсказывает, чем больше юнибайков будет появляться, чем больше возможностей с помощью мускульной силы и с помощью других упражнений можно будет использовать и формировать огромное количество энергии. Возможно, в будущем, предположительно, потенциально, теоретически, это лично мое мнение, как сегодня зарабатывают на ютубе блогеры с помощью просмотров, патлеты, спортсмены, как Адриан Кармоци, с помощью занятия спортом, фитнесом будут вырабатывать большое количество энергии и, соответственно, на этом зарабатывать. Это, дорогие друзья, абсолютно прослеживаемый тренд, который теоретически может свершиться. Ну и если говорить еще про суждение, которое появилось в моей голове, очень большой интерес и Нобелевскую премию, на самом деле, человек за это получил, уделяют именно паросочетаниям. Что такое паросочетание? Чтобы интерфейс одного устройства сочетался с интерфейсом другого устройства, то есть это USB-порты и так далее, это тоже паросочетание семейной жизни, чтобы один человек нашел другого человека и они сочетались как нужно, жили долго и счастливо. Так вот, дорогие друзья, у нас внутри сети Transnet может быть вообще максимальное паросочетание. Это будет не только единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, социальное и даже финансовое, децентрализованная сеть, потому что мы сейчас всерьез задумываемся над технологией блокчейн и придет время, что будем так же задумываться, вот как стартапы, солнечной энергетикой, насчет своей какой-то альтернативной единицы, посмотрим, как будут складываться обстоятельства, складываться, естественно, геополитические события, но тренд развития блокчейна, он говорит о том, что это логично, сделать также децентрализованное направление. И если говорить про паросочетание, то это будет глобальная распределительная сеть. Она будет распределять все. Вот как Сергей Анатольевич говорит, что на ответ троллей, что будет показано, когда будут стрелочные переводы, когда будет многоуровневая система перевозок и так далее и тому подобное, будет показано все. И, соответственно, внутри сети Transnet распределяться смогут и товары, и различные услуги, даже внутри Unibus, внутри Unibike, естественно, будет информационное поле. То есть человек сможет зайти на определенные ресурсы, посмотреть либо на своем мобильном приложении, либо внутри Unibike, Unibus, через монитор, сенсорный экран, что располагается ближе. Не будет вообще, скорее всего, того, что мы видим на московских метро. Вот эта вот линия метро, когда человек, который только попадает в Москву, не понимает, как добраться и разбирается, благо есть мобильные приложения. Все эти удобства будут внутри нашей сети Transnet. И все, что перспективное сейчас появляется, что-то нам подсказывает, как практикующим футурологам, что это все максимально будет вбирать универсальное, как мобильное персональное пространство, так и мобильное общественное пространство. То есть Unibike и Unibus. Это, дорогие друзья, наша предстоящая реальность, наше предстоящее будущее. Если невозможно спорить с эпохой надвигающейся реальности мобильности 4.0, о которой говорит Виктор Бабурин, мы хотели бы ввести понятие, как мобильность 5.0. Это совмещение рынка интернет вещей, это совмещение именно глобальной сети транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, децентрализованной и распределительной сети Транснет, и совмещение всех удобств, которые имеются, всех технологических новшеств. Всегда у компаний есть определенный вопрос, а какой будет спрос, а где это будет применяться. И для таких компаний как раз-таки мы создаем заранее спрос, и что-то нам подсказывает, опять же, что этот спрос будет пользоваться большой популярностью, то есть фактически наши подвижные составы, наша сеть Транснет, это и будет дополнительным рынком спроса для тех корпораций, компаний, которые сейчас, может быть, даже не знают, как применить технологические новшества, но так как это интересное изобретение, они создают их и пытаются выводить на рынок. Вот такой вот футуристический обзор, дорогие друзья. Ну, а я передаю слово Сергею Турканову, спасибо, Алексей. Ну, я, честно говоря, просто я тут в перископе параллельно общался, не оставишь же выключать, так сказать, это. Вот. Ну, конечно, вот так вот со стороны смотришь, то, что говорит Алексей, такие вещи, конечно, для неподготовленных и новичков, которые только пришли и только это услышали, так понятно, что они потом начинают писать все такие вещи, потому что, ну, я думаю, мозги от этого просто клинит. Вот. Поэтому я все-таки надеюсь, что здесь, друзья, у нас собираются люди, которые уже в проекте, которые понимают, что такое Skyway, которые понимают именно и широту, и возможности, и в том, в чем вы участвуете, потому что без подготовки слушать о том, о чем говорил сейчас Алексей, друзья, это просто, ну, невозможно. Вот. Поэтому я так, ну, несколько абстрагируюсь, и я понимаю, когда мне там один, помните, я когда сказал, что давайте тролли, я вас буду приглашать на вебинар, приходите. Вот. И мне там один, два дня просто с матами писал, что оказывается основная проблема в том, что я говорю с точки зрения футурологии будущего, что не может быть, это что из своего дома где-нибудь в Воронежской области, в Париж, в своих тапочках попасть невозможно. Вот. На что я посмеялся, я в прошлый раз давал ответ, я говорю, ну, ладно, я, в принципе, тут мы с Юницким тоже спорим, потому что Юницкий тоже говорит, тапочки это надо босиком. Я говорю, ладно, согласен, я будем снимать тапочки, будем в Париж босиком ездить. Вот. После этого что-то он перестал мне там писать. Вот. Ну, оказывается, что вот с точки зрения футурологии я очень сильно задеваю чувства людей, которые живут в реальности, они говорят о том, что в тапочках в Париж нельзя. У меня так и тянет, ну, то есть, с такими людьми в дискуссию вступать бесполезно, но так и хочется сказать, что, друзья, я в 86-м году, когда писал первую курсовую работу в институте, это Киевский институт инженеров гражданской авиации, я был на 0,3 специальности, это электрооборудование самолета, и, соответственно, мне задали, ну, первая курсовая была транспорт будущего, то есть тоже, представляете, какое совпадение, я тут недавно ее нашел, перечитал, прям какие умные вещи, я там написал в 86-м году, вот, и я проанализировал все виды транспорта, то есть, естественно, я пришел в библиотеку, заказал статьи, получил статьи, потом их выписал, написал реферат, ну, вот, и там, вот, последние строки, что сегодня это будет не магнитный подвес, не скоростная дорога, не автомобильная дорога, не самолет, а тот концепт транспорта, он еще, как бы, пока не предложен, вот, и буквально спустя, это был 86-й год, спустя 14 лет, я познакомился с Юницким, и он мне предложил, как раз, вот, концепт, и с этого момента, мне стало понятно, что же все-таки имелось в виду транспорт будущего, так вот, я задаю вопрос, для того, чтобы получить информацию, надо было идти в библиотеку, сейчас, всем студентам, молодым людям, которые сегодня, я могу сказать, вот, сейчас, чтобы получать информацию, кому-нибудь придет в голову пойти в библиотеку, друзья, вот максимум, что у вас придет в голову, это открыть ноутбук, или это самое, и обратиться, как говорят сейчас, звонок другу, то есть, обратиться, загуглиться, и получить ответ на любой вопрос, это, ответы на все вопросы, я в 86-м году, то есть, друзья, всего 30 лет назад, я даже не мог предположить, что есть система, которая позволит давать информацию, не отрывая задницы со своего стула, просто, так вот, друзья, сейчас, когда мы всегда говорим, мир за последние 20 лет, изменился радикально, так вот, за ближайшие 10-15 лет, мир изменится еще более радикально, и если интернет изменил мир в том плане, что вы открыли компьютер, нажали на кнопку, и вы в информационном пространстве, вы получаете информацию, так вот, сейчас пришел транснет, пришли струнные технологии, пришел Skyway, и, соответственно, вы, сказав своего юнику, что вы хотите в Париж, соответственно, не снимая своих тапочек, не вставая со своего стула, вы со скоростью сначала 500 км в час, а потом 1200 км в час, вы будете перемещаться в Нью-Йорк, в Лондон, Париж, куда хотите, при этом вы будете работать на своем компьютере, вы будете находиться в своем пространстве, вы будете заниматься спортом, вы будете одновременно учиться, лечиться, и еще много-много-много чего. Вот это, друзья, как раз то, что, так, перископ, вот, соответственно, это то, что нас ожидает, это как раз то, к чему мы сейчас подошли, а мы, та команда и та компания, которая не просто знает о том, что будет, а мы это делаем, вас зовем, и, соответственно, друзья, традиционный вопрос, который говорит, хотели бы вы одновременно инвестировать в Apple, Google, Microsoft, Facebook, Dell, ВКонтакте, ну, еще чему-нибудь вместе взятые. Соответственно, наша вам рекомендация, приходите в Skyway, вот, если вы сомневаетесь, потому что здесь, друзья, у меня есть личный опыт, я всегда им делюсь, и мне нисколько не стыдно этого говорить, что я в 92-м году был знаком с одним из основателей Google, вот, я общался, был знаком и с Сергеем Брином, еще рядом командой, которая из Украины переехала в Москву, пытаясь найти, инвестиции, а потом уехали в Америку. И я честно могу сказать, когда они мне рассказывали, что такое облачное программирование, что такое обработка данных, что такое вообще информационное поле, я даже не мог понять, о чем они мне говорят, просто не мог понять. Поэтому, естественно, друзья, что в 92-м году я не стал акционером Google, я не стал вкладывать деньги, о чем, ну, сказать, жалею, сейчас не жалею, это ни о чем не сказать, я не понимал, что это такое, поэтому нельзя вкладывать деньги, куда не понимаешь. Также, еще могу привести пример, там, только 8 лет назад, где-то, чего мне предлагали инвестировать и купить 10 тысяч биткоинов. Вот, они тогда стоили по цене меньше доллара. Причем, и деньги у меня тогда были, и никаких, но, я не понимал, что такое криптовалюта. И сегодня, если бы я инвестировал тогда и купил 10 тысяч биткоинов, сегодня это бы стоило где-то 72 миллиона долларов. То есть, меньше 10 лет назад, я не инвестировал, причем, друзья, у меня были эти деньги, ни в чем проблема-то, так сказать, просто я не понимал, что такое инвестировать в криптовалюту, я не понимал, что такое битчейн, я не понимал, блокчейн, я не понимал, что такое новая электронная система оборотов. Сегодня, когда я понимаю, но сегодня уже никто не предлагает вкладывать по такой цене, сегодня биткоин там стоит то 640, то 700 долларов за один биткоин, поэтому сегодня уже многие желающие, которые туда хотят вкладывать. Поэтому это, друзья, много примеров, которые сейчас вот идут еще, я очень много приводил примеров, и этот человек приедет к нам на Экотехнопарк, ну не знаю, там согласится ему дать интервью, это человек, которому предлагали купить сначала Яндекс, то есть ему предлагали инвестировать, и он мог стать за небольшую сумму на две трети владельцем Яндекса, но он не согласился, и он говорит, я бы мог сегодня иметь 4 миллиарда долларов, инвестировав несколько сот тысяч, там, ну сколько там, тоже 92-й, 93-й год, там 20 лет назад, соответственно, потом мы ему предлагали войти в Skyway, инвестировать несколько десятков миллионов долларов, и тоже стать стратегическим партнером, он тоже отказался, вот, поэтому это тоже, друзья, примеры, которые уже идут из нашей жизни, и на сегодняшний момент мы не можем гарантировать, что те инвестиции, те акции, которые вы сейчас приобретаете, что они будут стоить там через год, там, номинал, через два, там, в 10 раз, это, друзья, покажет только время, это бенчурный проект, здесь очень много сегодня факторов, аспектов, которые от нас не зависят, то, что зависит сегодня от инженера Юницкого, он показывает, снимает, он решает технологические проблемы, он показывает, что технология существует, то, что работает, зависит от краудинвестинга, от системы директоров, от организации системы, мы это тоже делаем, и это работает, и мы показываем, что это возможно, но есть куча факторов, друзья, что в Беларуси, что в России, что во всем мире, на которые мы сегодня повлиять не можем, и никто не может повлиять, поэтому мы говорим, что это венчурный проект, это очень сложный проект, и мы для этого проводим много конференций, мы проводим много вебинаров, у нас каждый день в системе, посмотрите, идут обучения, для того, чтобы донести информацию, чтобы вы принимали решение, а мы, соответственно, со своей стороны гарантируем только одно, что будут постепенно сниматься все технологические риски, что будут сниматься вопросы организационные, связанные с запуском адресных проектов, и интерес к SkyWay будет постоянно увеличиваться, постоянно расти, поэтому, друзья, из тех, кто тут пишет, что мало новостей, что-то стало в последнее время, но я не знаю, друзья, если у вас мало новостей, то смотрите репортажи YouTube, как говорит Михаил Кириченко, и у вас все будет хорошо, потому что новости идут постоянным потоком. Значит, 26-го у нас телемост, соответственно, весь директорский состав будет вам показывать отчет за то, что проделано, и подготовку к 29-му ноября, то есть мы расскажем свое видение. Потом у нас будет 3-го декабря, это уже по прошествию, начало демонстрации, то есть там часть наших директоров будет на этой демонстрации, часть будет также следить по репортажам, соответственно, с 3-го декабря начинается транспортная неделя в Москве, вот там вся наша команда обязательно будет представлена, будет Виктор Бабурин, будет Алексей Суходоев, я буду, вот там планируется встреча и с министром транспорта, и с замминистра транспорта, вот, будет кто-то еще из верхнего руководства, кто мы пока сказать не можем, там будет очень хорошо представлен стенд Skyway, с этого стенда мы сделаем репортажи, ну, как всегда, как друзья с Берлина, как друзья с это сам, поэтому это тоже будет с 3-го по 2-е декабря, вот, соответственно, тоже будет очень много интересных гостей, много интересных репортажей, вот, и 3-го декабря у нас будет итоговый телемост по и начало демонстрации, и транспортная неделя в Москве, вот, поэтому, если сказать, что ничего не происходит, и кто будет на этой транспортной неделе, друзья, я даже вам не буду сейчас называть и произносить, смотрите сами, репортажи будут, то есть, транспортная неделя в Беларуси, помните, были и все вице-премьеры, и все министры транспорта, энергетики, экологии, сельского хозяйства, кого там только не было, вот, соответственно, вот примерно в таком же составе будет в Москве, а с учетом того, что, друзья, еще очень интересная закономерность, что 29-го начинаются технологические прогоны, то есть, когда мы показываем, что технология существует, от 30-го и, соответственно, 30-го числа начинается транспортная неделя, то есть, на следующий день Виктор Бабурин, который прямо с Марьиной горки приедет в этот, в гостиный двор, где будет стоять рядом с экраном, и, как всегда, с меланхоличным видом, очень так спокойно говорит, что, вот, друзья, вот это ездит, и я вчера приехал с Марьиной горки, которая вот показывает, и вот это все не просто, друзья, картинки, а это все ездит, существует, и это мы сделали и показали, а завтра поедет вот это, послезавтра поедет вот это, а вообще-то мы тоже скорость 1250 км в час, как Илон Маск, вам покажем, но только мы прототипы, действующие образцы уже показываем в поле, а все остальные нам пока показывают только сказки. Ну вот, друзья, я думаю, что на этой ноте, то есть, вся неделя у нас теперь пройдет, уже смотрите за репортажами, когда мы будем показывать интервью, будем показывать инвесторов, будем показывать делегации, которые будут на этой, ну, начиная с воскресенья в Белоруссии, потом следите за новостями уже с транспортной недели в Москве, вот, я вам сразу могу сказать, будет несколько очень интересных и встреч, и очень интересных репортажей, вы сразу увидите, поймете, о чем я имел в виду, вот, и я все-таки надеюсь, что после завершения транспортной недели я смогу сказать, что в России отношение к Skyway и к струнным технологиям тоже что-то изменилось, пока я такого сказать не могу, пока мы работаем со 108 странами мира, пока мы рассматриваем адресные проекты, везде, во многих странах, но только не в России, вот, и я надеюсь, что со временем, ближайшим временем это тоже изменится. Алексей, а вот помнишь, у нас был репортаж Райкина, вот, где мы нашли, где он рассказывал про вот эти инновации в сфере и транспорта, и перемещения, вообще выработки электроэнергии, вот, я сейчас что-то сунулся и не нашел этот репортаж, вот, если бы его в конце было поставить, было бы, наверное, просто, просто замечательно, но если нет, то, друзья, мы его к следующему обязательно найдем, это репортаж и интервью с Аркадием Райкиным, вот, кто помнит, был такой замечательный артист, и он как раз сделал предтече, сделал анонс нашего Юнибайка, мне недавно это прислали, я с удовольствием это пересмотрел, но, сейчас вот, хотел поставить, но не нашел эту ссылку, значит, сейчас, это самое, сейчас, сейчас мы вам покажем. Ну вот, друзья, давайте, у нас впереди очень важная неделя, Алексей прилетает в Москву в субботу, мы с ним в субботу отрабатываем здесь, в Москве, вечером выезжаем в Минск, и начиная вот воскресенье, понедельник, вторник, мы работаем с партнерами, с делегациями, работаем в Минске, на Марьиной горке, именно с началом уже, имея за спиной, то есть, у нас-то, друзья, ничего не меняется, просто уже за спиной, когда действует, действующее образец, то мы всегда начинаем обсуждать планы на будущее, показывая, что сделали, потом мы все переместимся в Москву на транспортную неделю, вот, здесь будет тоже очень много, следующий вебинар, среда, друзья, следите за объявлениями, потому что это как раз начало недели здесь, мы, конечно, с Алексеем, как всегда, попытаемся совместить, не важно где, не важно как, но провести вебинары, вот, но обстоятельства, к сожалению, вот как сегодня, днем, когда отключили свет, даже не у меня дома, а у провайдера, наш младший брат интернет на этом кончился, и, к сожалению, я слушал по мобильному телефону, но не мог уже выйти в эфир, но, я надеюсь, вечером мы с Алексеем отработали для вас по полной программе, все вопросы были, показали, все новости, показали, поэтому, друзья, очень интересно, интересное время для того, чтобы именно приводить крупных инвесторов, отработанность, и по демонстрации 29-го, друзья, это начало первой демонстрации, но это не и не окончание, потому что уже делегации сейчас формируются на декабрь, на 14-е декабря, потом на где-то 15-е, 20-е января, потом на февраль, и эта работа у нас будет постоянно, поэтому, если у вас есть интерес, есть знакомые, есть партнеры, есть чиновники, давайте сформировать график, давайте подключаться к какого рода таких делегаций, потому что каждый раз они будут там в декабре, это будет одна делегация, там в январе там приедет правительственная делегация Индии, вот сейчас в этот раз будет правительственная делегация Филиппин, которая полностью меняет транспортный концепт развития страны, исходя из возможностей Skyway, об этом мы с вами рассказывали, как все это произошло на Берлине, на Минотрансе, и на Трансе, поэтому, друзья, эта работа набирает обороты, и она будет дальше и дальше двигаться, и естественно, что следующее такое массовое, крупное событие, друзья, к которому мы будем все готовиться, это уже конец апреля, это наш Skyway фестиваль, когда более трех тысяч уже заявок, друзья, мы соберемся в Марьиной горке, там будут обязательно парашютисты, там будут обязательно вертолетчики, там будет очень много еще чего интересного, поэтому, друзья, это уже будет наш общий праздник, к тому времени уже много что будет показано, сделано, там будет наш любимый ЗИЛ 131, который приедет из озер с приветом из прошлого, так что, друзья, будем уже готовиться для того, чтобы действительно это был нашим праздником, действительно нашей победой, действительно тому, что когда можно будет стоять с тем, рядом с тем, что мы с вами сделали, будут фотографии, с чего мы с вами начинали, вот поэтому, друзья, это серьезная и очень интересная работа, которую мы с вами сделаем, и никто, друзья, кроме нас эту работу не сделает, поэтому на этом мы с вами прощаемся, давайте до телемоста 26 в 12 часов как всегда, вот ждем вас там будет сразу скажу несколько сюрпризов вы увидите что-то интересное а иначе зачем все это проводить строй Skyway, спасай планету Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко вы смотрите новости из...